Друзья, всем привет! Валерий Антон сегодня покажет упражнение, у них называлось это кисель, очень классное упражнение для отработки устойчивости, координации движений, ловкости и прочее-прочее-прочее. Задача партнера встать в обычную позицию, левую или правостороннюю стойку, но при этом он не имеет права двигаться дальше двух метров, это категорически запрещено. Ну представьте себе, что я вот сейчас выйду за свои два шага, я проиграю бешеную сумму, либо может быть свою совесть. То есть предлог такой, человек должен весь центр своей тяжести снести в пирамиду вниз, здесь у него воздух. Обычный захват я беру, он стоит в стойке, в такой стойке стоять нельзя, именно нужно в рабочей стойке, в левой или правой. Я начинаю постепенно его раздергивать, он стоит, не имеет права двигаться, если начинаю атаковать, он имеет право уйти от приема и снова встать, и снова стоять. И самое главное теперь, вот эта часть у борца читается как сердце. Если я сейчас начну захватывать спину, он проиграет. Все, можно заканчивать уже упражнение. Он должен немедленно уйти с этой позиции и снова встать. Задача здесь, на кого работают, максимально оставаться на месте, но в случае, когда уже точно будет какая-то атака, и от этой атаки уйти, далеко не уходя из формового положения, и не отдавать спину, просто выпрямляясь и срывая захваты. Да, все, за категорически, ничего не забрать. Итак, это упражнение называется в школе Валерия Антонова «Кисель», можно как угодно называть, но в принципе оно образно, потому что в напряжении это упражнение сделать невозможно. Воздух, и получается пирамида вот в вашей тяжести, кровь сливается вниз. Вы буквально вклеиваетесь. И здесь получается движение легкое. И бросить такого человека очень сложно. Ну да, если бы, допустим, закрепощенный был бы, закрепощенный, то полетел. А если расслабился немножко, там раз, и я там могу провалиться, могу провалиться. Спасибо, Олег, очень классное упражнение. Всем хорошей техники, хорошего обучения и побед. Пока.